Тема сегодняшнего занятия это задачки из книжки предложения на математический праздник. Математический праздник это обряда для шестых и седьмых классов. Она была придумана примерно 20 лет назад. И, конечно, туда приглашаются всегда разумные пятиклассники. К сожалению, в последнее время туда стали ходить и второклассники, и третьеклассники. Это связано, на самом деле, с довольно большим понижением уровня шестиклассников и семиклассников, когда вдруг обнаруживается, что второклассники не сильно от них отличаются. Но за этим сейчас не будем обсуждать возрастные проблемы. Единственное, что я скажу, все-таки, уж слишком маленьких туда ходить не надо, потому что, только огорчитесь, все-таки задумана была, ребята, для шестых и седьмых классов, ну и максимум для пятого, ну в крайнем случае, четвертого. Возьмем несколько, более-менее, случайных задач. Сейчас я наизусть помню, поэтому не шпирую. Допустим, а, б, б, плюс, г, д, е, получается, ё, ж, з, что там? Задача. Придумайте разные цифры, чтобы получилась верная числовая правильность. Возьмите внимание, цифры здесь всего десять. Это означает, что действительно все существующие на свете арабские цифры будут присутствовать. Каждая цифра один раз обязательно войдет. Никто не знает сразу, да, как я в одном... Сто процентов это один. Значит, сто процентов не знаю, но ё это единица. Почему? Так, складываются два числа, а и б. Две цифры. Две цифры. Да. Это, возможно, еще перенос. Если даже самые большие цифры, допустим, девять и восемь, все равно получится семнадцать. Да. Еще перенос, возможно, единичка. Ну, даже если перенос, то восемнадцать. А, б, б, это трехзначное число, оно меньше тысячи. Да. Г, д, е, тоже трехзначное число, тоже меньше тысячи. Что это значит? Это значит, что их сумма меньше чего? Значит, что их сумма меньше двух тысяч. Сто процентов. Ну, без ста. Андрей, откуда у тебя вот это вот грозит? Меньше тысячи, меньше тысячи, а результат меньше двух тысяч. Значит, ребят, можно я букву Ё сотру и на её место напишу единичку? Очень хорошо. Давайте дальше. Интересно, без подсказки кто-нибудь решит. То есть, надо составить... Составить примерно сложение. Правильно. Видите, види, покажите. Восемьсот семьдесят шесть плюс сто двадцать четыре получится тысяча. Замечательно. То, что Ж, З, И должны быть разными цифрами, вы не учитываете. Обратите внимание, если я уже написал вместо её единицу, значит, больше нигде единица не имеет права встретиться. Вот, ребят, интересно, где ноль? Не задумывались? Ну, вторая цифра может быть ноль. Какая вторая цифра? Ну, тысяча, потом ноль. Вот, скажем, здесь ноль, может быть? Нет. Почему? Хотя... Да? Говори-говори. Потому что при сложении цифр с нулём будет то же самое. Да. Абсолютно верно. Если мы сюда или сюда напишем ноль, то вольтикин сразу противоречит. Интересно, переносы в нашем примере могут быть? Да. И где? Вот здесь вот точно есть переносы. Из разряда, где были А и Г, в следующий единичка перенеслась. Это безусловно. Можно перенос сделать из А и Г? А, нужно или не нужно. Так, давайте проверять. 4 плюс 9, 13. Цель, цель, цель. 4 плюс 9 плюс 11, единичка перенеслась. 6 плюс 8, это 14. Единичка перенеслась. Так. Ну что? Не знаю, мне нравится. Решение? Решение. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь перенос у нас что? Есть. Здесь перенос тоже есть. И здесь перенос есть. Во всех трех местах перенос. Найдем сумму чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Сколько будет? 2 плюс 8, да? 3 плюс 7, 4, 6, 45. Вот. Как у нас происходит? Сумма цифр пишется сюда. Если бы переносов не было, то сумма цифр, которые написаны над вот этой линией, равнялась бы сумме цифр, которые под. Что делает перенос? Мы вместо 10 пишем 1. Согласны? То есть 10 единиц одного разряда обозначается как единица следующего разряда. Откуда, господа, 45 не делятся на 2. Согласны? Поэтому хотя бы один перенос должен быть. Или три переноса. Вот, возможно, такой вариант. Либо, вот здесь вот нет переносов, да? А здесь в одном единственном месте перенос. Либо же перенос во всех трех местах. Вот интересный вопрос. Может быть, что переносов вообще нет? Нет. Ну, давайте подумаем. В плюс е получится какая-то цифра. Ну, в принципе, можно в это поверить. Так, переносов у нас нет. А что это будет означать? Где будет ноль тогда? Вот, если у нас переносов нет, вот здесь вот, здесь нет переносов, из этого разряда нет переносов, из этого разряда нет переносов, то в каком месте может у нас появиться цифра ноль? Почему? Вот здесь. Здесь. Да, да, да. То есть, если здесь нет, если здесь запрещен перенос, и здесь тоже запрещен перенос, Тогда обязательно нолик будет стоять здесь. Давайте подумаем, возможно такая ситуация или нет. А и Г это будет что-нибудь в каком роде? Скажем, действительно 9 плюс 1, да? А нет, 1 нельзя. 1 у нас уже использовано. Значит, что будет? 8, 2. 2, здесь будет единичка, здесь будет 0. Так, а вот здесь должно быть без переносов. Здесь должно быть без переносов. Слушайте, это очень затруднительно, обойти здесь без переносов. Потому что у нас есть такие большие цифры, как 9 и 7. Вот 9 можно куда-нибудь написать сюда? И только внизу. Нельзя, да. 9 можно написать только вниз. Так, хорошо. Давайте подумаем, какие у нас цифры остались. У нас осталась тройка, четверка. Что еще? Пять, шесть и семь, да? Так, значит, у нас здесь должно быть что-то, сумма цифр равна 9. На самом деле два варианта. Это или 3 плюс 6, или 4 плюс 5. Ну давайте, например, напишем 3 плюс 6. Тогда останутся цифры в 4, 5, 7. И они должны, две из них должны давать третью. Согласны, что ничего подобного? Ничего подобного. Тогда напишем здесь 4 и 5. Так, здесь мы напишем 4 и 5. Интересно, что у меня остается. Какие цифры останутся? Останутся тройка, шестерка, девятка. Тройка, шестерка, семерка, да. Три, шесть и семь. Как тут не видно. Можно вместо восьмерки и двойки. Конечно. Конечно. Но заметьте, что уже с восьмеркой и двойкой не получается. С восьмеркой и двойкой не получается. Это означает, что сюда надо писать или 7 и 2, или 6 и 4. Давайте напишем 7 и 3. По-прежнему девятка будет здесь. Ну, по-другому, по сути, не бывает. Если здесь написал 7 и 3, то остались не израсходованными такие цифры. 2, 4, так, нет, 5 еще, 5, 6, 8, нет, 7 уже есть, 8, 8, хорошо. Девятку из чего можно сделать? В этом с точком единственный вариант. Девятку можно сделать из 4 и 5, так? Так, 2 плюс 6, 8, 4 плюс 5, 9, 7 плюс 3, 10. Победа? Нет, не надо аплодисментов, потому что у задачи действительно довольно много решений. Но только что был кружок. Там вы решали ровно эту задачу. Я там просто спокойно ждал, пока они решат. Потребовалось примерно часа. То есть, не думайте, что задача действительно уж настолько легкая, потому что, ну, они лишь помогают еще немножко, чем вы. Но, тем не менее, вполне разумные ребята сидели, целый час тут бирали. Но, в отличие от вас, я им вот это сказал далеко не сразу. Давайте не будем дальше искать. В принципе, при помощи ковредственной программы, наверное, такие вещи проще делать, чем самим разбирать. Хорошо. Следующая задача была много лет назад придумана Еленой Борисовной Прониной. Ну, на самом деле, она очень мало задач придумывает. Ну, вот, одна задача ее изготовления на математическом празднике была. 1995 год. Для того, чтобы никто никогда не забыл эту дату, она, естественно, вписала эту великую дату куда? В условии задачи. 1995 год. Бывает год тигра. Бывает год... Кроволика. Кроволика, да. Еще бывает год чего? Змеи, змеи. Правильно. Правильно. Именно свиньи. 1995 год. Это год свиньи. В отличие от предыдущего, у этого ребуса ровно одно решение. И, в отличие от предыдущего, когда, что называется, лень возиться, выбирать, искать все эти решения, это действительно достаточно скучный длинный перебор. Здесь нужно не просто подобрать цифры. Здесь нужно будет доказать, что никакого решения, кроме найденного вами, у задачи нет. Все понятно? Обычный ребус. Звездочки обозначают какие-то цифры. Буквы разные цифры. То есть, вот, Г ни на каком помеченном буквой другом месте быть уже не может. Вот это вот И, должны, значит, цифры здесь совпадать. Хорошо. Можно сказать сразу же цифру? Давайте. Я тут должен быть ноль. Разумно. А почему? Потому что тут при умножении не написано. Просто правило умножения, такое школьное правило, называется умножение столбок, действительно требует, чтобы здесь был ноль. Потому что иначе у нас была бы еще средняя строка. Хорошо? Одну цифру вы нашли. Дальше. На самом деле, не надо бояться делать перебор. То есть, принцип такой. Если вариантов тысяча, то, конечно, лучше бы уменьшить их количество. А вот если вариантов пять, шесть, не знаю, там, два, три, десять, то быстрее их все перебрать, чем пытаться что-то придумывать. Мы должны рациональным образом свои усилия рассчитывать. Не всегда надо искать какие-то глубинные причины. Скажите, вы понимаете, что здесь у нас пятизначное число, а здесь четырехзначное. Что из этого проинтересно следует? Вообще, когда 1995 умножаешь и получаешь четырехзначное, а когда получаешь пятизначное? Есть просто количество. Особенно, когда есть калькулятор. Есть просто. Мы же можем... Нет, не надо вставать. Не надо вставать. Мы можем взять и просто выписать все кратные числа 1995. Умножить его на 2, на 3, на 4, на 5. Или это долго. Дело в том, что 1995, это же 2000-5. Прибавить к числу 2000 совсем легко. Вычистить из него пятерку. Ну, тоже, в общем, небольшая проблема. Согласны? Поэтому я могу взять и заполнить такую табличку. Здесь пишу число n, а здесь пишу 1995 умножить на n. Так, поехали. n равно 2. 2. 3. 2 тысячи 990. Совершенно верно. Теперь, бывают еще 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Господа, мне надо каждый раз умножить. Прибавляешь 2000 и вычитаешь пятерку. Что здесь у нас будет? 5 тысяч 990. Ну, 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 почитаешь пятерку. 980. Прибавляешь 2000, вычитаешь пятерку. 7 тысяч 980. Молодец. Прибавляешь 2000. Уже сколько? 11 тысяч 970. Прибавляешь 2000. 13 тысяч 965. 15 тысяч 960. И, наконец, 17 тысяч 950. Молодцы. Молодцы. Теперь давайте поймем. Это все претенденты на две позиции. На четырехзначное число, какие-то из них. И на пятизначное число, какие-то из них. Догадайтесь, кто претендует на четырехзначные места, а кто на пятизначные места? Ну, от двух до пяти, от шести до девяти. Правильно. От двух до пяти хотят сюда. И все везем. Да, да, да. От шести до пяти хотят сюда. Согласны? Да, но и все везем. Отлично. Теперь вопрос. Кто на самом деле никуда не хочет? Да. Где умножение на цифру 2, потому что там год. ГО, да, от. ГО, да, от. ГО. То есть, понимаете, если сюда пытаешься написать три тысячи девятьсот девяносто, то здесь будут две девятки. Поэтому двойка вообще не бывает. Двойка вообще не бывает. Теперь три варианта. Да, теперь три варианта. Между прочим, три варианта – это тоже не так уж и мало. Особенно с учетом того, что там вариантов четыре. Получается, господа, что у нас пока что вариантов, знаете, сколько? Сколько? Семь. Ниже семь. Нет, ни семь. Три умножить на четыре. Сколько вариантов? Двенадцать. Вот меня это не радует. Двенадцать вариантов, с одной стороны, немного, но с другой стороны, и не так уж, чтобы слишком мало. И есть еще одно замечание, которое сильно уменьшает количество вариантов. Подсказка. Можете ли вы вместо какой-нибудь звездочки написать букву? Да. Скажите, какую? Последнее в первом умножении и должно быть. Ниже не складывается. Да, да, да. И? Так, где и знак? И мягкий знак. И мягкий знак. Между прочим, господа, это нам еще один вариант сразу вычеркивает. Девятый. Да. Девятый вариант кончается на пятьдесят пять. А должно быть... Осталось девять вариантов. Так, так, осталось девять вариантов. На самом деле, где девять? На самом деле, их меньше просто. У нас здесь последняя цифра – ноль или пять. И здесь последняя цифра – ноль или пять. Должны быть разные. Молодец. Должны быть разные. Дело в том, что И и Д – это что? Разные. Разные цифры. Поэтому, какие варианты на самом деле надо проверять? Если здесь кончается на ноль, то там может кончаться на что? На пять. На пять. Это один из вариантов. Если здесь кончается на пять, то там кончается на что? На ноль. Таким образом, на самом деле, вариантов остается не так уж и много. То есть, вариант, когда умножаешь на четыреста семь, понимаете, да? Вот, чтобы получить четырёхзначное число, здесь вот у нас будет четвёрка. И там у нас будет на четыреста семь. И другие варианты – это когда любой из этих двух случаев с любым из этих двух случаях. А, там ещё, по-моему, один из них неправильный. Почему? Там последние цифры у пятого и шестого предпоследней. Это семёрки, а у них разные буквы. Так, 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 не понял. Значит, пятый, что же у них предпоследней. Покажи. Вот эти. Семёрки, а разные буквы. А, имеется в виду, что мягкий знак от чего отличается? От буквы О. От буквы О. Так, здорово. Слушайте, а давайте мы все варианты посмотрим, какие нам надо перебирать. Итак, вот один вариант точный нужен, да? Мы его будем смотреть. Дальше. Пять, девять, восемь, пять. К двум. Что же двум? Вот, к каждому из них, да? Здесь ничего, к сожалению, не придумаешь. Жалко. То есть, бывает вот так. И бывает... Давайте вот так. Хорошо, да? Так, и ещё такая штука. Девять, девять, семь, пять. Она что? Это к восьмингу только может. То есть, сюда нельзя? Почему сюда нельзя? Потому что вот это у нас ГОД, вот это О, да? А там, а вот здесь мягкий знак. Значит, к шестому нельзя. К восьмому. Девять тысяч, девятьсот семьдесят пять и пятнадцать тысяч. Ну, если честно, здесь тоже нельзя. Объясняю. А здесь у нас будет девять тысяч девятьсот, видите? А там будет... И это будет либо ноль, либо... Так, это уже все подавно понимают. У нас здесь в последнем разряде ничего кроме нуля и пятерки не бывает. Конечно. Нет, я вам сейчас более тонко еще объясняю, господа. Девять тысяч девятьсот семьдесят пять просто не подходит. Оно слишком большое. Девять тысяч девятьсот семьдесят пять, а здесь будет один пять, да? Вы понимаете, что у нас зашкалит? Вот представьте себе, девять, девять, семь, пять. А здесь у вас будет... Какое там число вы хотели? Пятнадцать тысяч. Вот именно. Пятнадцать тысяч. Вы понимаете, что будет перенос? Даже не важно, сколько тысяч. Важно, что... Даже если здесь просто один плюс девять, уже будет перенос. Моражь. Итак, осталось проверить всего лишь три варианта. Может быть, какой-то из них тоже можно так сразу выбросить. Но вот здесь тоже срабатывает то, о чем я вам уже говорил, ребята. Не надо, что называется, усердствовать слишком. Потому что три варианта быстрее выписать каждый из них и проверить, чем запутаемся, если нам уже хуже будет задача не решить. Итак, тысяча девятьсот девяносто пять. Давайте сначала вот эту самую длинную. На триста восемь. На триста... Умножаем на триста восемь. Так, умножать на восемь, это значит получить ответ... Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят. Умножать на три, это значит... Пятьдесят девятьсот восемьдесят пять. Девятьсот восемьдесят пять. Складываем... Ноль шесть... Если бы я мог складывать девять и пять... Четырнадцать. Так, один пять и восемь. Дринадцать и один четырнадцать. Одиннадцать. А там шесть и четыре. Четырнадцать. Четырнадцать, помните, да? И, 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 и совпадают, не имеют права. Нет, все, не надо искать других причин. Если уже найдена одна причина, то дальше... Хорошо. Значит, эту длину мы с вами только что опровергли. Теперь давайте вот эту. Я не знаю, какую из них. Давайте от того же числа пять. То есть триста шесть. Пожалуйста. Тысяча девятьсот девяносто пять умножается на триста шесть. Так. Умножаем на три. На шесть сначала. На шесть сначала. Получается одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят. Так, на три все-таки надо умножать. Пять тысяч девятьсот восемьдесят пять. Это надо складывать. Ноль, семь, четыре, ноль, один, шесть. Что это правильно? Это проверять счет. Г, О, Д. Нормально. Всегда надежнее подписать буквы, потому что, знаете, тут чуть не заметим. Здесь нулики. И, О. Это замечательно. Это замечательно. мягкий знак. Не знаю, здесь когда вы это нашли. Очень важная мысль. Это не завершение решения задачи. Потому что, вариант, когда мы умножаем на четыреста семь. А давайте я отжумничаю. Цитарь, ты пишешь так, что это не получится. Так, умножаем на четыреста семь. Тринадцать тысяч. Тринадцать тысяч. Тринадцать тысяч. Девятьсот шестьдесят пять. А на четыре семь тысяч девятьсот восемьдесят. Девять. Семь тысяч девятьсот восемьдесят. Так. Шестьдесят пять, я просто так пишу. Девять. Один. Что, что? И не совпали вы... У нас получилось единственное решение. Оказывается, год девятьсот восемьдесят. а свиньи это 610 тысяч 470. Расставить вместо звездочек плюсы и минусы таким образом, чтобы получилось верное равенство. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, а получится должно число 27. Вместо каждой звездочки надо написать или плюс, или минус. А то идиницы. А почему перед единицей знак ам там? Потому что может быть минус один тоже. Почему нет? А, ну, неужели что-то, да, неужели. То есть надо понять перед единицей, что вы виднее ставите. Плюс или минус? На первом месте ставить либо плюс, либо минус. На втором плюс-минус, третьем, четвертым, пятым, шестом, седьмом месте. Два в седьмой степени это сколько? Дважды, три, два варианта. Дважды, 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 два. Не можете догадаться? А переставлять? Переставлять? Ну, конечно, можно, но только зачем? От перестановки слагаемых сумма не меняется. Вы хотите сказать, что надо было написать звездочка шестьдесят четыре, звездочка тридцать два, да? Нет, нет, нет. Повторяю вопрос. Что должен делать разумный человек, когда получает вот такую задачу? Ответ. Он должен включить ее в ряд похожих задач, но именно в ряд задач. Не понимаете? Здесь написано числа один, два, четыре, восемь, шестнадцать, двадцать, 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 четыре. Неужели вы не понимаете, что шестьдесят четыре? Деда случайно. Могли оборвать раньше. Это автор задачи, число двадцать семь, явно выбрано вообще пусто. Вот надо было какое-нибудь число написать, его и написали. Здесь какая закономерность? Степень двойки. Правильно, здесь степень двойки. Так вот, что вы должны сделать? Если вы хотите не просто так сидеть, действительно выписывать все сто двадцать восемь в ряд, а вы хотите разобраться с сутью этой задачи, вы должны взять и ограничить размер задачи. Не брать сразу до шестидесяти четырех. Ну, до скольки разумно взять. Так получилось сто двадцать восемь? А, двадцать семь? Нет, двадцать семь еще раз, ну вообще пусто. До восемь. До восемь. А вот видите, на самом деле, даже если мы до восемь ограничимся, то это уже будет разумно, потому что будет всего лишь дважды, 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 шестнадцать вариантов. Шестнадцать вариантов можно и выписать, это несложно. Но, Дима, через чур-то других. До четырех. До четырех. И вы через чур-то других. До одного. Да до одного. Бывает плюс один, а бывает минус один. Согласны? Хорошо. А вот дальше уже до двух. А вот дальше уже действительно разумно посмотреть, что будет, когда у нас есть и число один, и число два. А вот дальше до четырех, а дальше до восемь. Это индукция. Мы разбираемся в этой задаче шаг за шагом. При этом каждый раз используем предыдущие достижения. Давайте я это аккуратно выпишу. Значит, бывает минус один, а бывает плюс один. Вы согласны, что это два варианта? Да. Замечательно. Дальше. Из этих чисел вычитаем двойку. Можно я не буду писать плюс один, а не буду писать просто один. То есть вычитаем двойку. А можно к этим числам прибавить двойку. Так, пожалуйста, диктуйте ответ. Минус один, минус два. Минус три. Минус три. Один, минус два. Минус один. Один, три. 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 Смотрите, что у нас получилось. Четыре разных ответа. Я сейчас беру. И, наверное, вы понимаете, что делаю. Минус один, минус два, минус четыре. Один, минус два, минус четыре. Минус один, плюс два, минус четыре. Один, плюс два, минус четыре. Ну, а дальше что будет? Минус 1, минус 2, плюс 4. Минус 1, извините, просто плюс 1. Значит, 1, минус 2, плюс 4. И еще две спрошки написания. Минус 1, плюс 2, плюс 4. И минус 1, минус 2. Минус 1. Что-что? Минус 1, после минус 1. Вот самый нижний строк. Да, согласен, спасибо. 1, плюс 2, плюс 4. И теперь будет 7. Так, пойдемте считать. Минус 3, минус 7. Минус 7. А, сейчас, ну, а, нет, 6. Минус 6. Уморс. 1, минус 2, сколько? А, минус 1. Минус 1, минус 4. Минус 5. Минус 5. Так, минус 1, плюс 2, сколько? 1. Минус 4. Минус 3. Минус 3. 1, плюс 2. 3. Минус 1. 1, плюс 2. Минус 1. Дальше. А, минус 1, плюс 1. 1. Здесь будет что? 1 минус 2 плюс 4. Здесь будет 3. Минус 1 плюс 2 плюс 4. Здесь будет 5. Обратите внимание, что это за числа. Можно как-нибудь их архитизовать? Нечетные. Нечетные. Абсолютно верно. Нечетные числа. Так, а пределы, в которых они заключены? Здесь абсолютно понятно. От минус 1 до 1. От минус 1 до 1. Здесь. От минус 3 до 3. От минус 3 до 3. От минус 7 до 7. Абсолютно верно. От минус 7 до 7. А вот теперь, не выписывая следующее. Дело в том, что здесь уже 8 вариантов. Способны ли мы, не выписывая следующие 8 вариантов, сказать от чего до чего? От минус 11 до минус 15 до плюс 15. От минус 15 до плюс 15. А почему? Потому что когда будем сдвигать... Вот смотрите, какая у нас история. Минус 7, минус 5, ну да? О, боже. Я не знаю, мне нужно рисовать просто картинку. Мне кажется, что это настолько просто. Вот смотрите, здесь число 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот какие числа у нас сейчас, что называется, хорошие. Какие числа у нас получились? У нас получились 7, 5, 3, 1. Так, и в эту сторону. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7. Так, минус 1 получилось. Вот это число 0, оно особое. Минус 3, минус 5, минус 7. Смотрите, что я сейчас буду делать. Я либо прибавлю ко всем этим числам восьмеху, либо отниму от всех них восьмеху. Согласны? Замечайте, что это означает. Реально. Это означает, что я беру вот эти числа. Что-то прибавить восьмеху. Куда у меня перейдет минус 7, когда я прибавлю восьмерку? Да. Так, я боюсь, что на записи это будет плохо видно, потому что цвета плохо передаются. Но, правда, это видно очень хорошо. Реи, господа, когда прибавляешь восьмерку, то происходит вот такой вот параллельный сдвиг. Согласны? Так, и дальше куда идут? В девятку. Дальше куда идут? Одиннадцать, тринадцать и пятнадцать. Здесь будет что? Пятнадцать. Это все время я прибавлял восьмерку. А если отнимать, то же самое, как и будет минус пятнадцать. То же самое. Семерка от минус восемь будет сюда. Пять минус восемь, это будет сюда. Можно я не вытаскиваю полностью? Ну да. Значит, там будет до минус пятнадцати. И выяснится, что все нечетные числа от минус пятнадцати до плюс пятнадцати представимы при помощи вот такого куска. Значит, смотрите. От минус пятнадцати до плюс пятнадцати все нечетные числа представимы, и более того, они представимы единственным образом. Согласны? Вот, хорошо. Ребята, понятно, что будет дальше, когда я прибавлю 16? Да. Отскороти, ты скороти. От минус 31 до плюс 31. Абсолютно верно. Когда еще 32? 63. От минус 63 до 63. И наконец, когда 64? 127. От минус 127 до плюс... Замечательно. Почему единственным образом? Одним единственным образом. Значит, если мы с вами выпишем все варианты, то удивительно, совершенно замечательная будет ситуация. Будут разные ответы. 128. Вот, кстати, составитель ЕГЭ. Да? Легкий способ замок. Берешь, выписываешь такой пример, ставишь плюсы и минусы всеми разными способами. Вот ты уже наплодил 128 вариантов. За каждый вариант 1000 рублей. 100 даже побольше. И уже сейчас разговор о том, как же все-таки понять, какие здесь на них плюсики, какие минусы. Давайте, я напомню, что здесь был какой у нас интервал? Здесь 63. Ну, 63 минус 63 до плюс 63, да. Так вот, смотрите, какая история. 64 можно перенести в эту сторону. 64 можно перенести в эту сторону. И то число, которое получится, оно должно обязательно быть в интервале от минус 63 до 63. Не может быть. 27 до 64. Правильно, не может быть. 27 минус 64. И, кстати, я уже решила. Решил, если подобрал, знать. Да. Я даже не знаю. Нет, слушайте, давайте, я все-таки не попрошу вас пока не рассказывать, ладно? Иначе будет интересно. Какой здесь знак? Все поняли? Какой здесь будет знак? Минус. Ой, плюс. Все-таки минус. Минус. Ой, нет, нет, нет. Здесь будет плюс, потому что там должен быть минус. 27 минус 64. Это кто знает? Минус 27. 64 и 27. Какая разность? 37. Совершенно верно. 17 минус 7, 7. И там 37. Значит, ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Здесь ставлю знак плюс и сейчас и сейчас переписываю весь этот пример следующим образом. Вы сейчас увидите простую очень вещь. По-прежнему звездочка 1. По-прежнему звездочка 2, 4, 8, 16, 32, а здесь пишу минус 34. У меня очень важная вещь произошла. 4, 37. Минус 37, 37. Это я про четвертку думал. Спасибо. Минус 37, спасибо. Так вот, произошла очень важная вещь. Размер задач уменьшился. Здесь были числа степени двойки от 1 до 64, а здесь тоже степень двойки, только уже до 32. все помнят в каких пределах сумму числа 1, 2, 4, 8, 16. Сумма равна от минуса 31 до 31. Замечательно. Значит, надо перенести 32 и сделать так, чтобы число, результат, то ли плюс, то ли минус поставить, попало бы в интервал от минус 31 до 31. Значит, там плюс. После переноса должен быть плюс. Значит, до переноса будет минус. Сюда пишу минус. Сюда пишу минус и переписываю мою задачу. минус 37 плюс 32 сколько будет? 69. Чего? Минус 5. Минус 37 плюс 32. Минус 5. Минус 5, конечно. Еще раз, смотрим. Минус 37 плюс 32. Если вы задолжали 37, хочешь рублей, хочешь миллиарды, долларов, может быть, это 7 чего-то. В зависимости от недостатка вашего домашнего. Вот. А вам дали 32. Понятно, да? Чего-то. То, это то же самое, что долг остался 5. Отлично. 1, 2, 4. Ой, почему 16? Восьмерку. Восьмерку забыл, да? Восьмерку забыл. Ничего страшного, я выпутаюсь. От 1 до 8 это в каких пределах? Это у нас там написано. От минус 15 до 15. Значит, надо перенести 16 и поставить такой знак. Минус 15 минус 16 не может быть. Слишком равен. Да, а кусочком равен. Слишком равен. Тогда плюс. Тогда будет плюс 16 и перед плюсом. То есть, после переноса должен быть плюс. А здесь должен быть минус. Значит, здесь какой знак? Минус. Отлично. Отлично, отлично. Значит, я здесь пишу минус и переписываю задачу. Минус 5 плюс 16. Плюс 11. Плюс 11. там не может быть после переноса плюс. После переноса должен быть минус. Да, поэтому перед переносом плюс. Перед переносом был плюс. Перед восьмеркой должен обязательно стоять знак плюс. Ребята, осталось не только. Звездочка 2, зверточка 4, тогда получится тройка. Более того, до этого места мы даже считали. Помните? Вот она. 1 минус 2 плюс 4. Что? 1 минус 2 плюс 4. Значит, я первую звездочку просто спокойно стираю, вместо второй пишу минус и вместо звездочек пишу плюс. Ну что, во-первых, молодцы, что решили задачу. Но я хочу сказать, что мы не только решили задачу. Мы доказали такую вот забавную теорему о том, что, оказывается, бывает система счисления, в которой цифры это не обязательно от 0 до 9. Такая странная система счисления. В ней цифры плюс и минус единицы. Поняли? Степень двойки она может идти с плюсом, а может идти с минусом. Не написать ее нельзя. Все понимают, что есть обычная система, двоичная, которая разлагает число по степеням двойки. Знаете? Как она устроена? 1 это 1, 2 это 2, 3 это 1 плюс 2. Помните такое? 4 это 4, 5 это что? 6. Как разлагается по степеням двойки? Вы что, это не знаете? Что? Нет, конечно. 2, 4, конечно. Так, 7 это что? 1, 2, 4. 8 это 8, 7, 9 это что? 10 это... 8, 8, 7. Да. Вот. Любое число единственным образом представимо в творечной системе числения. Только что мы доказали, что любое число, ну, правда, в определенном интервале, а не в минусах, там, статисты, не в статисты, единственным образом представима в системе числения, в которой цифры только плюсы и минусы. Теперь вопрос. Есть ли какая-то связь между этими двумя тяевыми? Между тем, что написано в центре доски и слева, и тем, что написано на правой части доски? Ответ. Конечно, связь есть. Интересно поймете, ли вы их? Дело в том, что в двоичной системе числений число записывают очень легко. Ребята, я хочу вам сейчас объяснить простое вещь. Когда вам дали, когда вам дают число и просят представить его в виде суммы степени двойки, то работа очень подростая. Вы отрезаете от этого числа настолько большую степень двойки, настолько можете. Понимаете или нет? Скажем, вам дали число какого сейчас будет? 211. Замечательно. Замечательно. Как его представить, это число 2011, представить в сумме степени двойки? Это 1024 плюс... Нет, 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 нет. Сколько останется? 1011 минус 1024. Так, 24 минус 11, это насколько я говорю, 13, да? Значит, нужно будет число 987, представить. Согласны? 987. 987, это андрей правильно говорит, это еще 512. Так, 987 минус 512, сколько будет? Так, 5... 987 минус 512. 475. 475, совершенно верно. 475, это я беру 256. 475 минус 256. 400 минус 200, это будет 200, да? Так что надо 275 минус 56. это сколько останется? Ну, наоборот, слушайте, вкусно считать, надо думать. 275 минус 56. 219. Ну, давайте думать. 75 минус 55, это 20, да? Еще я ничку вычил, вы 19. Замечательно, 215 минус 129. Так, 128 пишу. 219 минус 128. Ну, опять надо, 219 минус 119, это будет сколько? 100. Это будет 100. И 100 минус 9? 91. Отлично. А 91, это 64 плюс сколько? 91 минус 64. 27. 27. А 27, это 16 плюс сколько? Плюс 11. Плюс 11. А 11, это 8 плюс сколько? Плюс 3. А 3 это 2 плюс сколько? Плюс 11. Плюс 1. Вот и все. Число 2011 разложили по степеням двойки. Согласны? И заметьте, никаких сложностей не было. Я каждый раз брал столько, сколько могу. Тут, кстати, вы знаете, часто такие алгоритмы срабатывают. Называется жадный алгоритм. Устроен он очень просто. Каждый раз берешь наибольшее количество сколько дают. Максимально возможное. Вот жадный алгоритм легко разлагает число в дворечных степени с семечами. Берешь каждый раз максимальную степень двойки. Но, собственно, поскольку разложение единственное, то по-другому и никак нельзя. А теперь вопрос. Неужели вы не понимаете, как связаны вот это равенство? Ну и вот эти вот равенства. Как это связано с задачей, которыми сегодня занимались? С задачами неизвестных. Должно же быть как-то связано. у меня здесь есть такая вертикальная черта. У меня здесь есть такая вертикальная черта. Ребята, давайте я сейчас сделаю следующее. я к каждому из вот этих вот чисел прибавлю число 7. Знаете, тогда что будет? Здесь будет 0. 2, 8, 6, 6, а так далее обе не может быть. Что такое так далее? 8, 8, 10, 12, 14. 12, 14. А вот интересно, что будет здесь? Здесь будет просто 0. Согласны? 0 умножить на 1 плюс 0 умножить на 2 плюс 0 умножить на 4. Что будет здесь? 2 умножить на 1 плюс 0 на 2 плюс 0 на 4. Что здесь у нас будет? 0 умножить на 1 плюс 2, 2 плюс 0 на 4. 2х1 плюс 2х2 плюс 0 умножить на 4 0 умножить на 1 плюс 0 умножить на 2 плюс 2х4 0 умножить на 1 плюс 2х2 плюс 2х2 плюс 2х2 я очень надеюсь, что все вы способны эти равенства проверить и убедиться в том, что они действительно верны в нижнем раме, если там 2х1 первая 2х1? видите? да-да-да это, конечно, описка я не специально это сделал я не специально это сделал, извините, пожалуйста интересно, ну и что? вот то, что если обе стороны этого равенства разделишь запомните, пожалуйста, все, что здесь было написано запомнили? или даже давайте так я сейчас разверну доску да-да-да, вроде на 0 делю на 2 0 умножить на 2 0 умножить на 2 0 умножить на 4 это 0 1х1 плюс 0 на 2 плюс 0 на 4 это 1 дальше будет двойка тройка четверка пятерка шестерка и семерка догадались, что будет? там, где семерка 1х1 плюс 1х2 плюс 1х4 где шестерка? 0 умножить на 1 плюс что там дальше? 1х2 плюс 1х4 пожалуйста не поленитесь реально выпишите все эти равенства один раз в жизни это надо прочувствовать переход из одной вот там, где плюс и минусы были в другую где только 0 и 1 это очень просто выполняемый переход значит двойка она она в третьей строке да, у нас я немножко по высоте не считал но ничего надеюсь, что все равно понятно двойка она вот из этой строчки прибегает 1х2 и здесь у нас с вами 0 умножить на 4 тройка из той строки где была шестерка потому что полом делим то есть получается так 1 умножить на 1 плюс 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 1 умножить на 2 и 0 умножить на 4 4 и было 0 на 1 0 на 2 но зато конечно 1 умножить на 4 и последняя строчка это 1 умножить на 2 1 умножить на 2 что там дальше 0 не 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 1 умножить на 2 я опять не туда посмотрел 1 умножить на 1 плюс 0 на 2 плюс 1 умножить на 4 вот господа 7 равенств эти пока это не надо на 4 и 1 что у нас есть у нас практически ну 0 здесь правда не написано я мог бы с этой высоты 0 равно 0 тогда это были бы как раз те самые 8 равенств 1 это 1 2 это 2 3 это 1 2 4 это 4 5 1 плюс 4 это одно и то же поэтому что мы могли сделать для решения нашей первоначальной задачи мы могли взять и сделать вот пока у нас были еще звездочки могли сделать следующее прибавить к обеим частям вот давайте я это аккуратно напишу вспомню первоначальную задачу первоначальная задача это выписанность степени от 1 2 от 1 до 60 поехали звездочка 1 звездочка 2 4 8 16 32 64 да вот начальная задача вот смотрите беру и пишу простое равенство 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 16 плюс 32 плюс 64 кто помнит 127 127 совершенно верно и складываю эти два выражения 27 и 127 сколько будет 154 совершенно верно 154 а вот здесь очень важная вещь здесь то ли плюс то ли минус а здесь 1 когда плюс минус 1 складываешь с единицей смотрите плюс 1 плюс 1 это 2 минус 1 плюс 1 это 0 значит здесь у нас будут числа 1 2 4 8 16 32 и 64 с коэффициентами каждый из которых либо ноль либо двойка понятно понятно или нет замечательно так поделим все пополам 154 пополам сколько будет 77 и теперь коэффициенты стали нулями или единицами то есть на самом деле надо 77 записать в виде суммы степеней двойки то есть разложить 77 в двоичной системе счисления а это мы умеем 77 это 64 так 77 минус 64 сколько 13 а 13 это 8 плюс сколько плюс 5 плюс 5 а 5 это 4 плюс 1 то есть когда у нас здесь написано число 77 то нужны вот такие слагаемые 64 8 4 и 1 они должны идти с коэффициентом единица все остальные должны идти с коэффициентом 0 согласны? значит когда здесь было 154 с коэффициентом 2 должны были идти вот эти значит с плюсом должны идти единица четверка восьмерка и 64 именно они в нашем решении и идут с плюсом так? дима ну я не знаю думаю что конечно можно бы еще но думаю что для начала этого вполне достаточно так уж если мы эту задачу с вами разобрали грех будет не вспомнить очень похожую на эту задачу про весы значит господа представьте себе что у нас имеются гирьки и чашечные весы гирьки разрешено ставить на любую из сторон то есть можно гирьки ставить даже туда где лежит взвешиваемый груз но сейчас конечно чашечные весы не очень популярны а вообще во времена моего детства они были в общем в каждой семье устроены очень просто ну естественно какой-то корпус основания а основной механизм такой имеется некое вот такое кромысло здесь это должно крепко-крепко прочно стоять на земле вот и две чашки в самые обычные детские чашки так все подобрано что в норме весы в равновесии находится когда сюда кладешь какой-нибудь груз то сюда кладешь гирьки и взвешиваешь так вот представьте себе что у нас имеется набор гирьки и мы хотим взвешивать при помощи таких чашечных весов любой груз от одного ну не знаю грамма килограмма в зависимости от размеров этих весов давайте мы будем по этограммам хорошо значит и так гирьки будут не очень большие то есть запросто можно гирька один грамм или два грамма или три пожалуйста гирьки заранее делают на заводе поэтому они такие как вы пожелаете ну разумеется любая гирька денег стоит поэтому нужно нам постараться обойтись как можно меньшим количеством этих самых гирек так вот вопрос сколько надо гирь чтобы можно было взвесить любой груз в ноль граммов один два три и четыре ну ноль это не интересно потому что просто ничего взвешивать не надо никаких гид не надо вот а вот сколько гид надо чтобы можно было взвесить любой вес от одного до четырех какие две очевидные гирьки вы можете предложить 1 грамм 1 грамм 1 грамм 1 грамм и 3 и 3 конечно и 3 давайте я объясню 1 это 1 так 2 это что 2 нет не 2 2 это 1 3 минус 1 это вот как на одну чашку надо поместить трехграммовую гирьку на другую чашку надо поместить гирьку в 1 грамм ну и тот мешочек который вы взвешиваете который должен весить 2 грамма понятно если уравновесилось значит это 2 грамма а да замечательно как взвешивать 3 грамма если у вас есть 1 как взвешивать 4 3 и 1 совершенно верно здесь уже обе гирьки будут на одной чаше весов так теперь вопрос можете ли вы аналогичную задачу сформулировать от трех гирьков то есть от скольки от единицы до скольки при помощи трех гирь есть какая-то хорошая экономная система гирь при которой удастся дойти довольно далеко до 8 можно дойти до 8 можно дойти как если добавить еще гирьку в 5 граммов добавить гирьку в 5 граммов а что разумно идти молодец добавляем гирьку в 5 граммов тогда 5 граммов вешаем при помощи на нее а дальше 5 плюс 1 понятно да 6 вот смелости вам не хватило смелости вам не хватило смелости то есть вы взяли гирьки 1 3 5 и получилось на самом деле не до 8 а 7 до 9 до 9 до 9 да потому что плюс еще 1 конечно конечно 5 3 и 1 это 9 да а на самом деле вам смелости совсем не хватило можно еще чуть-чуть вот первые две гирьки они хорошие они позволяют вообще две гирьки а 1 2 3 4 взвешивают а вот 5 граммов можно лучше 7 7 а 9 на самом деле 9 давайте-ка это сделаем ребят давайте-ка мы посмотрим если добавилось и 4 граммов как взвесить 5 6 7 и 8 кто эти 5 5 но 9 плюс 8 ну 6 и 9 плюс а 9 не потому что любой человек который думает что можно обойти вес рано или поздно запутается итак 9 что 9 7? 7 это что? 9 минус 3 минус 1. Отлично. А 8? 9 минус 1. 9 минус 1. Ребята. Я вам так скажу. 9, 3 и 1 в сумме дают 13. Да. А вот другие числа, пожалуйста, подиктуйте. Я могу 12? Давай. Диктуй. 9 плюс 3 минус 1 это 12. Это уже было. Не 10. 9 плюс 3 минус 1 это 11. Да. 9 на 9? 9 на 9, да. Здесь это 9 плюс 1. А 12? 9 плюс 3 минус 1. Отлично. Видно, что дальше уже нельзя. Дальше уже очевидно. Ну вот если мы сделаем еще один шаг. Да, кстати, здесь не от 1 до 9, а от 1 до 13. Если мы сделаем еще один шаг, то я уверен, что вы полностью поймете задачу. какая гирька следующая. И от чего до чего удастся взвешивать. Ну от единицы до чего? Я же рисовал сегодня уже картинку. Следующая гирька будет 27. Совершенно верно. Это степени тройки. Да, это степени тройки. И как же мы будем... Смотрите. От 1 до 13 мы уже знаем. Тут лучше от 1 до 40. Посмотрите. Вот тут вот. Как это вам сказать? Что мы делаем гирькой 27? Как получается следующее? Как получить от 14 до 27? Что надо делать? Вычитать. В 8. Вычитать, совершенно верно. Из чего вычитать? Из 27. Из 27. То есть что такое 14? Это 27 минус 13. 13 мы умеем получать при помощи вот этих гирьков. Поэтому 14 умеем... Понимаете идею? Да. 15 это 27 минус 12. 14 это следующее число после 13. 27 минус 11 и 16. Да, да. Значит все вот эти числа получаются вычитанием из 27. Какого-то числа от 1 до 13. Хорошо. И последний вопрос. А вот интересно, как получать числа, следующее, которые от 28 до 40? Приводать 27. Прибавлять здесь 7 числа от 1 до 13. про систему исчисления. Ну не знаю. Здесь имеет смысл объяснять, опять же, каким образом переходить к обычной строительной системе. Там идея такая же. Надо прибавить, ну скажем, если имею дело с гирьми 1, 3, 9, 27, надо прибавить числа 1, 3, 9, 27, да? И тогда коэффициенты у нас возможны какие? Минус 1, 0, 1. Когда прибавляешь единичку, коэффициенты становятся возможны 0, 1, 2. А это как раз и соответствует троечной системе исчислений. Следующее число будет 81. Да, следующее число будет 81. Продолжение следует...